привет друзья меня зовут саша демьяненко это мой кулинарный канал cooking time и готовить будем сегодня очень вкусный миндальный пирог кекс пирог сантьяго очень вкусный и очень простое в приготовлении реально основными здесь являются только три ингредиента все остальное можно добавлять заменять в общем по вкусу и желанию сейчас все покажу расскажу как всегда следите за руками поехали сразу разогреваем духовку до 180 градусов и также заранее нужно подготовить форму я использую вот такую разъемную смазываем форму сливочным маслом и немного присыпаем мукой это необходимо проделать по большей части с бортиками так как но мы все равно застилаем бумагой для выпечки чтобы проще было кекс из формы изъять чтобы там ничего точно не прилипло как я сказал для этого рецепта необходимыми являются только три ингредиента и самым главным для миндального кекса пирога является конечно миндальная мука пудра проще говоря измельченный миндаль как измельчить миндаль в пудру вы можете посмотреть в отдельном видео ссылочку на него оставлю вот там в описании миндальную муку я не просеиваю но хорошенько вот так вот разбиваю венчиком чтобы не было лишних комочков в отдельную глубокую чашу для смешивания разбиваю яйца это второй важный ингредиент яйцам добавляем немного соли и подвзбиваем с помощью миксера или венчика до однородности третьим главным ингредиентом является сахар добавляем его к яйцам и взбиваем с помощью того же миксера или венчика правда процесс будет длиться дольше такую светлую воздушную массу но взбивать как для бисквита совсем стоящий такой мусс не нужно если период переусердствовать перевзбить то тогда кекс вот этот вот миндальный есть риск что он поднимется сильно у краев внизу просядет и получится таким неровным но в то же время масса должна быть взбита достаточно хорошо и теперь вход могут пойти дополнительные ингредиенты очень вкусно этот кекс пирог получается если добавить цедру цитрусовых я добавляю немного апельсиновой цедры и немного лимонной цедры беру только самую верхнюю желтую и оранжевую части и для еще большей миндальности я добавляю немного миндального экстракта миндальный экстракт можно легко заменить ванильным можно использовать апельсиновый экстракт какой-нибудь кокосовый можно использовать в общем здесь тоже можете экспериментировать также я знаю что добавляют сюда немного корицы но я как-то немного подустал от аромата корицы уже в праздничной выпечке поэтому сегодня без нее опять же по желанию можете добавить немного какао сделав свой пирог шоколадно все добавили и снова хорошенько все взбили до однородности легкой воздушности и теперь остается добавить миндальную муку добавляем в два шага сначала половинку лопаткой вмешиваем тщательно разбивая все комочки добавляем оставшуюся часть и также тщательно все вмешиваем не торопимся здесь уже работаем именно лопаткой стараюсь все-таки сохранить такую некую воздушной смеси полученное тесто перекладываем форму вот так вот потряхиваем постукиваем чтобы все это там хорошо распределилась и вышли лишние пузыри и ставим в духовку уже разогретую до 180 градусов моей духовке этот пирог обычно выпекается минут 35 может чуть меньше может чуть дольше все зависит и от вашей конкретной духовки следите он должен слегка подняться должен подрумяниться хорошенько но ни в коем случае не должен подгореть особенно у краев там следите достав из духовки проходимся вот так вот слегка лопаточкой или острым ножом по краю помогая пирогу отстать от краев формы и прежде чем его доставать извлекать дайте пирогу подостыть немного окрепнуть иначе он может сломаться очень нежный получается затем уже снимаем отделяем бумагу от донышка и переносим на тарелку или форму для подачи можно подавать и просто так получается прекрасный миндальный пирог с нотками цитрусовых но чтобы этот миндальный пирог можно было называть настоящим миндальным пирогом сантьяго его нужно украсить соответствующим образом разместив сверху рисунок креста клинка сантьяго который можно сделать из бумаги трафарет можно сделать из бумаги найдите изображение в интернете я оставлю внизу ссылочку чтобы вам помочь прикладываете бумагу к экрану прорисовываете трафарет и потом с помощью ножниц вырезаете и получается вот такой вот красивый крест клинок аккуратно выкладываете его сверху на серединку и засыпаете все это сахарной пудрой также аккуратно трафарет убираете и вот такая красота получается остается налить в чашки чай кофе можно в бокальчике чего покрепче и наслаждаться какой он получается красивый солнечный ароматный невероятно здесь ну если добавить все эти дополнительные ингредиенты миндальный экстракт цедру получается просто что-то невероятное очень красиво выглядит и вот видите если масса яйца с сахаром взбито правильно не перевзбито то он получается таким ровненьким ничего не оседает не опадает все мне нужно срочно вот туда вилку запускать уже невозможно терпеть нежный нежный такой это очень вкусно особенно если вы любитель всего миндального марципана франжепана миндального крема это вот как раз то что приведет вас в полный восторг потому что это супер миндальный такой нежный такой рассыпчатый совсем не сухой миндальный кекс очень вкусный сверху из боков и на донышке такая миндальная корочка корочка которая получается такой немного тягучий обалдеть как это вкусно и обалдеть как это нежно я что-то как-то пожалел отрезал себе очень маленький кусочек нужно будет повторить потому что исчезает он практически мгновенно и вот все здесь прям как надо и цедра и экстракт подчеркивает миндальность можно добавить немного молотого имбиря корицы можно сделать этот кекс шоколадным как хотите в общем здесь опять же огромная не огромный простор для экспериментов открывается у меня не устает открываться рот закидываю туда все новые новые кусочки потому что ну я говорю невозможно остановиться и вы понимаете да срочно всем надо прям вот срочнейшим потому что это просто невероятно а мне надо еще один кусочек срочно тоже список всех ингредиентов как всегда вы сможете найти в описании под видео там же под видео я жду ваши лайки чтобы на канале быстрее появилось следующее обязательно пишите комментарии идеи подкидывайте впечатлениями делитесь пишите что у вас там и как получилось а еще обязательно смотрите закулисные закадровые видео на влоговом канале ссылочка тоже обычно вот там под видео имеется или вот здесь в общем где-нибудь есть ссылочка всем желаю отличного зимнего настроения вкуснейших миндальных любых пирогов в общем всего вам самого вкусного позитивного с вами был саша cooking time пока-пока в этом закулисье я тоже решил придумать что-то новое и интересное буду передавать вам привет размещать в основном рецепт такие пасхалки с приветами я вам сейчас буду процессе закулисья показывать эти приветы а вы будете обнаруживать в основном видео и скажите все ли увидели все ли увидели